И вот моя внучечка идет в первый класс. Бабуля ее так собрала. Сейчас повернись, бабуля, покажи свой красивый. Посмотри, как светятся. Да, как светятся у нее кроссовочки. Моя лапусечка. Твоих уже отвели, мы сейчас им будем. И третью. А мы и собираемся в дорогу, друзья. До встречи в Мерсине. Мне такого это. Меня не надо, а ты меня пометарь. Туда смотри. Вот провожаем. Будешь стоять полчаса? Я подниму. Как полчаса я буду стоять? И вот мы идем. С нашей бандой. Ой, как мы собрались. Потом вам расскажу в дороге. Трэш. Наплакалась даже. Но потом все расскажу. Так, самое плюс то, что мы... Очереди вообще нет. Вот это самый большой плюс. Ой, глаза разбежались. Дутифри. Сваровские. Какая красота. А почем они? Друзья мои. Мы попали в сказку. Купили кое-что. Друзья мои, мы все. Вышли. Вышли, мои дорогие. Так хорошо, удачно прошли. Купили виски. Перевезли чачу. Никто не проверял. Меня... Сумку меня остановили проверить. Потом расскажу. Только мы сели в автобус. И остановился автобус. И все остановились. А и автобусы, и движения. Почему? Потому что, смотрите, там оползень. Видите, впереди. Сейчас работают, чтобы очистить дорогу. Это какое счастье, что это произошло раньше, чем мы двинулись в путь. Оползень. Вот здесь вот так и опасно вот это все дело. От дождей вот такая гора грязи. Сейчас это все расчищают. И мы подождем, когда это все закончится. А вид такой красивый здесь, смотрите. Море обалденное. Как интересно здесь все, смотрите. Едет Сашка и вам так замерзли уже в этом поезде, хотят сказать. В автобусе. Это подъезжаем к травмзору, наверное. Знаете, многие купаются, я смотрю. В принципе, когда солнце классно. Тут место, смотрите, такое хорошее, да? Или вы не видите. Ну вот. 6 часов мы уже в дороге. Едем мы по горной дороге. Будем проезжать Севаска, Ирзуру, Кахрамат, Мараш. Конечно, не хотелось бы бывать в этих местах, но интересно все-таки было мне как-то раньше посмотреть. И вам покажу, как там обстановка будет, если это будет светло. Светло, я даже не знаю, в котором часу мы. А потом мы через Адаму вернемся в Мерси. То есть, дорога не такая, как мы ехали туда. В автобус он посетил, он пустой. Сказали, что дунир зону будет пустой, потом люди в 20-м. Что могу сказать? Вышли, на остановке. Холодно здесь. Такой ветер. Ну, кто бы сижу жарко, холодно было вначале. У меня такой голос, потому что я немного простудилась. Но у меня такой иммунитет повышенный, что муж, как я вам говорила в предыдущих видео, сильно простудился. температур просто чихал, сморкался, вообще был никакой. Я считаю, что я слегка почихала, немножко носом уже, и все. Надеюсь, путь у нас будет легкий, интересный. И, знаете, интересного весьмало, как забора, да, но все-таки эта дорога много идти есть. Возле бога проезжали, как-то. Да, здесь тоже города. И смотрите, сколько работы здесь идут. Все копают, копают, ломают, ломают. Это же смотрели, какие стены какие делают. Видите? Вот, чтобы не обваливалось во время каких-то, а-а-а, туннелей только строим. Вот оно что. И очень много этих туннелей мы проезжаем по туннелям. Да, вот. Конечно, соскучились по версии, но с Ашгэлом, по Ашгэл, да. По работе соскучился очень, я вижу. Вот. Такой день был тоже. Утром были активные сборы, в этот раз очень-то я очень сильно устала, много детей очень сильно устала. Ой, нельзя говорить так, переутомилась. В этот раз я очень переутомилась, потому что слова наши, вот эти паразиты, тоже действуют прям прям прямиком. поэтому говорю вам всегда, говорила, надо следить за своей речью, вот, говорить красивые слова, может, это сразу сбывается. Ну, вот, я переутомилась очень сильно, еще у меня было очень много работы, у меня в основном сидела за компьютером. Представляете, в какой ситуации с детьми. Ой, боже мой, я это сделала. Очень хорошо поработала за эту неделю. Сейчас приеду домой, меня ждет еще больше работы. Сейчас скоро будет темнеет, Светлана будет спать, я в дороге себя сплю, не могу качать. Если что-то будет интересное, я вам расскажу и вообще расскажу, потом поговорю с вами, когда приду себя вне вверх. И вот мы приехали в Верзуру, друзья мои, ехали, ехали, приехали. Терминал там внизу, видите? Я вот не понимаю, почему люди идут сюда. А что, он туда не заедет? автобус. Смотрите, тут же нет места. А мы, молоды нашкин, наверное, были, какие-то, были. Боев, да? А? Ты хлик или очок? Там моск, господи. Наверное, они заедут туда. Мердвины, да, Баварорда. А, там есть лестница. Все понятно. Мердвин, Варорда. И тут впереди автобус тоже уши заложила, потому что мы где-то в горах же. доброе утро, мои дорогие. 7 часов. Я сплю, сплю, отсыпаюсь. Сплю. Ну, как, что можно сказать, автобус был пустой. Я вот здесь вот сидела, только что перешла сюда. Здесь сяду, там и сплю. Сейчас нам кофею готовят, уже помню. Говорит, все закончилось. Я, как раз удалось, я бы выпила кофе. Сейчас пейзаж более красивее. Горы, это вообще было какое-то неинтересное. но при тебе ночью это смотреть не обязательно. Водители хорошие, автобус полупустой. Я здесь потом с 4 часов сижу в цепи. Видите? Вот. 3 часа осталось мы никогда не подъезжаем вроде бы. И мы будем дома. Потом 2 часа еще в пути к автобусу блин. Тут 12 будет. Да ничего, все позади трудности, правильно? Друзья мои, я в Мерсине. Боже, вы знаете, сейчас я поняла, в каком королевстве я живу, в какой красивой стране я живу, в каком красивом городе я живу. Мерсин, это всегда тепло, очень много тепла, очень. Да, жарко бывает летом, но где-то сейчас очень холодно, а в Мерсине в этот момент тепло, жара. ой, какая прелесть. Свяжусь, сейчас жду, пока в туалет, это в туалет пошел. Мы сейчас сядем, знаете, не на тот автобус, который 2 часа едет, а до селивки, которые едут, потому что это невозможно ехать еще 2 часа. Вот такой красивый у нас автовокзал. Боже мой, на этом автобусе мы приехали, очень хороший автобус. Ну, знаете, что скажу, автобус старый, конечно, с двумя внуками я бы там не поместилась, кресло не широкие, но сервис хороший, мальчик хороший, стюар, здесь тоже все нормально, внимание, комфорт, вода, самое главное, свободный был. В общем, мы дома, друзья мои, а дома меня ждет уборка, стирка, цветы, птички, все ждет, но я дома. Мои детки, внуки пошли в школу, увидела маму, с друзьями не общалась, только одну подружку увидела, из-за того, что мне некогда было, погода была не такая хорошая, чтобы ходить куда-то по своим делам, зубной, и вот, и все, мы здесь. Кого не увидела, Геори Шурус называется, увижу в следующий раз, мы на связи, сейчас столько возможностей встречаться онлайн, так что скорые встречи, мои дорогие, я на связи. Добрый вечер, друзья мои, как же хорошо дома. Я целый день что-то делаю, даже не отдохнула, ужин решили, мы сможем сделать праздничный, это салат из роки, солености, сузьми йогурт, смотрите, что я сегодня делаю, квартира у меня пока не убранная, я только занимаюсь стиркой целый день, как было с той стороны балкон, а на ужин у нас вот такая рыбка, Машкен пошел, купил самон, вот, это мы будем кушать с ней, праздник такой сделали друг другу, вот такие дела. Добрый вечер, мои дорогие, забрали мы своих птичек, они такие ковырливые, мы когда пришли полдесятого, конечно устали, у меня немножко голова развалилась, так как в горах мы ездили, уши закладывала, и немножко поднялось давление за 4 месяца впервые, ну я выпила ножку, а папа зол, и думала, позавтракали, и мне стало легче, я уже 3 партии перестирала, к спальне убрала, на той стороне помыла балкон, цветы все, сразу первым долгом, как и только я переступила порог дома, я полила все цветы, потому что в зале, которые я спрятала, они нормально, нормально были состоянии, не испортились, на балконе, конечно, вот эти маленькие цветочки на солнце, их не стало просто, ну ничего страшного, на той стороне все нормально цветы, потом покажу вам, постепенно буду делать уборку, у меня и работа была сегодня тоже, так что отдыхать некогда, сейчас мы будем кушать, с мужем, боже, как хорошо вы дома, я так стала ценить то, что имею, вы себе представляете, наверное, господи, вот это мое, вот это уже мое, маме позвонила, с дочкой тоже разговаривали, с сыном, ну дорога была хорошая, я вам тоже рассказывала, и мы так быстро доехали, сели на 33-й номе, прямо мизикли, 45 минут, а не 2 часа, как раньше, все довезли, все хорошо, я сыр привезла, малину привезла, от кемали привезла, ну в общем, много чего, такого интересного, рыбу копченую купила для себя, там мне не было места, и времени не хватало, так что здесь буду кушать, вот так вот, с понедельника уже начинаю, планирую, планирую активный образ жизни, ходьбу, я так соскучилась по набережной, даже с детьми, тогда мы до Марины не ходили, не было возможности, настолько у меня какая-то была, не до Марины, все буду наращивать, упущенная, во вторник планирую, с девочками йогу, все хорошо, так что вы ставьте лайки, пишите по комментарии, подписывайтесь на мой канал, я продолжаю так же делать гимнастику до лица, и начну завтра йогу, несколько дней пропустила, и до новых встреч,